То есть здесь вот препятствие нужно нырнуть. Через это препятствие... Главная тема этого занятия – как правильно падать и как научить этому искусству детей. Это хороший наваг, но только для борьбы самбо или для уроков физкультуры, говорят тренеры. Это очень важно, потому что, учитывая те улицы, по которым мы ходим зимою, и учитывая тот объем обращения граждан города Петрозаводска в травмпункт в период гололеда, я давно говорил всегда всем и везде, что нужно с младшего школьного возраста, чтобы дети осваивали способы безопасного падения. Тренировка тренеров – один из пунктов большого плана по внедрению в школах Карелии уроков самбо, который начнется в республике уже в ноябре. Первые уроки самбо пройдут в школах Петрозаводска, а также Медвежегорского, Сидежского, Пряжинского и Лахденпокского районов. В столице Карелии выбраны четыре школы. Кадетский корпус, Первый лицей, 13-й и 34-й школы. Будут ли эти уроки обязательными для всех школьников или факультативом, пока не решено. Этот вопрос еще обсуждают с Федеральным министерством образования. Нужно согласовать учебные планы. Директор Федерации самбо, который проводил мастер-класс, считает, что эти занятия подходят для всех детей, а не только для тех, кто нацелен на спортивные достижения. Это в меньшей степени спорт. В основном это, скажем, некий подход к расширению возможностей, вообще средств физической культуры. После того, как в Карелии и двух других пилотных регионах, Краснодарском и Приморском краях опробируют этот проект, самбо может стать частью всероссийского учебного процесса.